приветствую вас дорогие друзья на канале михалыч топе games это давно забытый аккаунт новичка в сегодняшнем видео я хотел бы показать всем ребятам которые только недавно начин начали выживать 4 топовых локации которая ну я думаю нужно лутать каждому я не так сказал должен лутать каждый чтобы хорошенько встать на ноги и получить кучу огнестрела и еще больше брони ребят также покажу вам очень крутой лайфхак в котором можно бесконечно получать один и тот же ивент каждый день получать огнестрел оружие или даже самую крутую броню все это вы увидите в этом видео ну и конечно же кучу кучу халявных вещей понятно что если хотите мега халяву то вам нужно участвовать в розыгрыше а вот розыгрыш будет у меня на канале получить премиум аккаунт 1000 монет и даже донатные коробки вы сможете просто поставив лайк написав комментарий и подписаться на канал обратите внимание чтобы подписочка была с колокольчиком уведомления все и все ребят вы сразу принимаете участие в мега крутом розыгрыше который позволит вам в дальнейшем выиграть крутейшие призы ну а у нас ребят сейчас четыре локации и мы отправимся на все постепенно ну что первая локация документарные грузы понятно то есть все ребята туда ходят тут ты получаешь оружие крутое даже можно получить огнестрел торговец тоже можно получить огнестрел причем прочность этого огнестрела будет максимально а вот лагерь охотников куда я хотел отправиться в самую первую очередь появляется лишь однажды вы спросите почему михалыч у тебя 40 уровень а у тебя лагерь охотников до сих пор выпадает потому что ребят я знаю крутейший лайфхак и этот лайфхак хотела показать вам именно сейчас мы отправляемся туда но я буду смотреть рекламу поэтому давай-ка мы перемотаем лагерь охотников это реально продуманный ивент в котором ты пробуешь бегать своим верным другом мой друг пропал пожалуйста найди его пес поможет но ведь вы знаете если воспользоваться помощью пса пройти всю локацию без особых проблем получить все что предлагает этот ивент вы можете это этим пользоваться бесконечно сейчас я покажу что нужно делать в конце ее дружаня попросит вас аптечку и вы без особых проблем просто не даете эту аптечку выжившему и да ребят это конечно не самый крутой поступок но зато эта локация появится у вас завтра но я думаю это довольно таки неплохо потому что для нас это мегалодонский бонус каждый день лутать вот такую вот локацию получать на ней довольно таки неплохие бонусы и да кстати я всегда забывал прям вот этот вот не напор вот эту пещеру который тоже довольно таки неплохой лут и мне очень очень сейчас не хватает тактического рюкзака вот эти вот ящики и все остальное это только начало этой локации в конце же вы можете получать не только самый топовый лут но и даже оружие я думаю что пора подкрепиться вот банки мы наверное будем удалять ну или что-то подобное вода компот и уже гвозди это все довольно таки неплохой лутец мы спешим пройти всю локацию без особых проблем забирать всех зомби не обязательно у нас здесь есть по моему 4 злостных пещеры именно в этих пещерах нам нужно найти свой лут и уходить отсюда на все четыре стороны без особых проблем мы здесь ну находим все что нам нужно я забираю мясо и кожу но если честно то можно будет в дальнейшем от мяса отказаться мясо это такое в принципе наживное на оленчиков можно поохотиться и все такое так побыстрее бы я не знаю почему наверное я очень поздно вхожу в режим стелса но на меня грятся все полностью без исключения волки ну вроде вот это не должен согреться отлично дальше пошли и так вы видите здесь такие вот злостные следы именно по этим следам вы сможете высадить своего ну или не своего друга вот той подруги которая дала нам воспользоваться собачкой то есть собака поможет мы ребят вот здесь бегаем находим третью пещеру в этой третьей пещере тоже лут хороший на мини карте уже заметно где это дружаня сидит я думаю что некоторые предметы у нас будут менее необходимы пиво может потребовать наш торговец поэтому я пивасик оставлю а вот спирт тоже можно было бы забрать смотрим так 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 зомби извините мы в режиме стелса сегодня работаем чеканц и так мужик майкл в пещере им подалеку спрятана аптечка принеси ее поможет короче ребят аптечку не найти аптечка первых не найдено я не знаю почему но наверно все таки лучше сначала подойти к этому мужику потом в пещеру неподалеку аптечки реально тут нету ну и самое главное что если вы даже нашли эту аптечку не стоит ее давать этому майку просто-напросто уходите дальше ищите еще один еще одну пещеру и да не нужно вам ничего тут есть толстяк он охраняет ящик которым тоже бывают неплохие подарочки и вот такого пикап я не знаю что за пикап вы почему он не докрашен или может выгорел на солнце или может быть что-то конечно случилось так отличненько мы в принципе сразились с толстяком без особых проблем единственное что потерял штаны не знаю что он собирался с вами сделать потому что штаны он уже снял снял с нас это конечно же очень печально печальная история не повести печальнее на свете чем повесть о том как толстяк снимает штаны с выжившего дальше идем зачем мы не спасаем майку потому что именно он дает нам возможность вернуться на эту локацию ровно завтра а если и завтра вы его не спасайте то и послезавтра ну и так пошло цикличность до бесконечности почему вот это все так происходит это довольно таки неплохой вариант но получить ежедневно вот такой вот как минимум лут а вот в этой пещере практически всегда выпадает хорошенький ну не огнестрел но не бита прошлый раз мне выпал разрушитель почему бы и нет это довольно неплохие неплохое оружие неплохой бонус куча гвозди например кожа ну и вот таким вот макаром сносится домой сколько всего интересного что прям через время ты начинаешь уже замечать что ящики полнеет крутейшим лутом ну а я-то отправляясь домой и в принципе без особых проблем мы отправляемся также в следующей локации которые нам в будущем тоже понадобится торговец гуманитарный груз и самое главное разбившийся конвой вот именно в конвои есть тоже лайфхак прохождения но не каждый раз он поможет я думаю что в этот раз мы купим просто себе энергию показать эти все это все без энергии будет очень сложно я выложу все на базе и мы очутимся уже на другой локации следующее место дислокации это разрушенный конвой взял что-то трубу с собой и почему я взял с собой трубу потому что здесь у нас обитает зомби а если у вас попался разрушенный конвой и у вас здесь ходят выжившие не огорчайтесь потому что выжившие это самое топовое что здесь может с вами случиться ты без особых проблем просто беги к трупу которого лежит палец ведь именно самый топовый лут который здесь можно найти это палец хотя в последнее время у нас ребята пишут у меня в комментариях что михалыч сними разрушенный конвой ведь там реально изменился лут я думаю блин ну интересненько посмотреть бы было сейчас мы ребят посмотрим что же за лут здесь изменился новый реально измененный лут или все-таки просто кому-то повезло не скидал что он здесь и выбил и даже модуль и стальную пластину и даже стальной слиток я думаю что для такой локации стальные слитки и стальные пластины это топ поэтому мы пробуем сейчас пройти эту локацию полностью кстати хотел вам показать одно очень крутое событие которое со мной случилось пока что только железная пластина и ничего больше ребят меня на почте оказался дневник выжившего который давно уже истек все кто начинает играть заново получает дневник выжившего забрать не могу что ли прикольно бутылку и могу забрать потому что залагало из того что дневник выжившего был открыт дневник выжившего я давненько уже сюда не заходил и все все награды короче он длится ровно 30 дней всем новичкам которые только начали играть 30 дней на выполнение заданий и можно открыть в конце даже вот тактический рюкзак и даже в конце еще получить спецвойс броню это все бесплатно без полной версии с полной версии здесь даже и чоппер собрать можно потому что это самое выгодное вложение но у меня есть забрать награды почему думаю он у меня остался потому что я могу забрать все награды которые я получил в принципе за выполнение вот этих заданий я специально не выполнял задание просто-напросто играл в игру выживал и вот так вот не игра отблагодарила прикольно это топово дневник выжившего если бы еще почитать что там выполнять думаю что наград можно было бы забрать намного больше итак у нас есть пластик и большие аптечки довольно неплохо раньше вроде такого не падала и не знаю напишите в комментариях падал ли такой лут вам раньше может быть я давно уже не ходил на эти локации я забегаю сюда чисто за пальцем и все больше ни на что не обращаем внимание толстяков вроде так тоже много здесь не было здесь был один токсичный который прибегал вот он он братуха голова и два уха вот этот вот токсичный прибегал и все на этом закончили мы но сейчас я вижу здесь кучи толстяков кучи бегунов ну как минимум двое здесь уже лежат или стоят сейчас мы смотрим что можно забрать вот в этом ящике и бинт ну бинты ты такой ну вообще-то пинты то самые лучшие кенте они не раз меня спасали и довольно таки неплохо их использовать ну в бою и смотрите и токсичный разве это все было ну очень давно это было когда зачищал эту локацию полностью кстати использовал целый бинт для прохождения целой локации но я думаю что если у вас есть какой-то огнестрел стоит не воспользоваться наверное можно конечно сэкономить пройти в самом самом крутом экономном способе и так ребят вот в этом ящике парень получил то есть в этом траке в этом вот грузовике он получил стальные пластины стальной слиток и даже модули ну не за раз но тем не менее вам пружина я бы не сказал что это самый идеальный лут но я вам скажу что может быть мне не особо повезло а вот самое главное когда у вас рейдера здесь вы приходите здесь куча выживших у каждого мачета злобные глоки и все остальное вы боитесь них согреться и правильно не нужно на них агриться набираете полные полную грудь воздуха забегаете вот в этой вот этот труп забирайте все что здесь лежит и убегаете потому что это самый нормальный нереальный способ получить палец а сейчас я наверно все таки обращусь за помощью к моему драгоценному дневнику выжившего хотя лучший момент наверно все таки выйти чтоб наш яростный гигант успокоился это тоже один из лайфхаков если на вас нагрелась куча зомби лучше выбежать с локации и зайти сюда буквально через одну секунду я зашел на эту локацию повторно теперь без особых проблем я могу выбрать что же мне взять с почты а почему бы это не мог бы быть винчестер я думаю что винчестер самое простое огнестрельное оружие которое только может быть и сам опал я уважаю намного больше чем вот этот винчестер поэтому давайте возьмем его и попробуем ну почему попробуем сразимся с нашим яростным гигантом яростный гигант это хороший зомби он убивает с одного удара поэтому ну как бы нужно очень опасаться его жесткого удара дядька реально нагребает очень сильно но имеет при себе хороший огнестрел вы без особых проблем справляетесь с этим животным я думаю что сам опал убивает троих или даже четырех яростным гигантом по моему троих точно винчестера конечно хватает намного меньше но тем не менее винчестер это хороший огнестрел если у вас нету ничего другого вот так вот мы все сделали теперь без особых проблем забираем то что нам нужно ведь нам здесь нужно самое главное палец вот этот вот пальчишка зайка серенький забираем именно его зеленый талон тоже думаю ни разу не помешает ну и броня остальное тоже хочется забрать поэтому сюда нужно ходить несколько раз зачистил локацию и все но если же рейдера здесь были ты просто прибежал как говорится забрал палец и убежал все на этом заканчиваешь с этой локации без особых проблем отправляешься домой сейчас мы посмотрим что там торговец хочет и думаю что продолжим наш видосик ребят после того как я был там на разрушенном конвое сразу прилетел к торговцу и как же меня но удивило то что то что я нашел там нам понадобилось здесь там и здесь а вот именно так выглядит обмен нашего ящика с оружием обменять вот в этом ящике мы получаем всегда топовые топовое оружие она максимально прочной и это полностью прочная м16 это очень круто я думаю что теперь мы отправимся домой ну или конечно гуманитарный груз если нам не жалко что-то потерять совсем чуть-чуть лута можно потерять почему потому что на гуманитарном грузе нужно иметь всегда пустой инвентарь пустой инвентарь можно положить побольше мы отправляемся туда чтобы не тратить много энергии если что можно будет заменить воду или например вот даже состаковать бинт ну я думаю что что там мы придумаем залетаем на гуманитарный груз это четвертая локация которую нужно всегда и везде лутать вот именно эти четыре локации дают нам возможность прям чувствовать себя всегда в топе и именно куча огнестрела зависит вплотную от них потому что если вы хотите куча огнестрела его же нужно обменять на ближнебойное оружие в бункере альпа режим стелса удар сости за стены и вы уже в топе без особых проблем набираете так набираете себе кучу талонов тратит ближнебойное оружие потом меняете его и на огнестрельчик но самый самый мега способ это конечно же рейды и так что можно здесь я говорил что здесь всегда хороший вот здесь и резиновые изделия болты провода в принципе у меня достаточно времени чтобы вернуться и сюда и на на конвой и еще раз и в принципе энергии там еще хватает поэтому я сделаю это немножечко попозже а надеюсь что вам понравился вот этот видос и он заслужит на ваш лайкос не забывайте что именно от вашей поддержки зависит скорость выхода именно таких видео для новичков я думаю что если видос вам реально понравится то вы обязательно поставите под ним лайк напишите комментарий я это оценю и обязательно снимем очередные лайфхаки для новичков а вам пока удачи и увидимся в следующих видео